Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхшилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, не высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио Народная волна» на частоте 14.30 М, 99.1 FM. На нашем веб-сайте радио nvc.com. И, конечно, на нашем канале в YouTube вы можете нас не только слышать, но и видеть. Сегодня для вас работает Олег Патлак. Меня зовут Сергей Зацепин. Привет, Олег. Жарко. Нельзя чесать за затылку, на затылке, да, не надо причесанным быть. Жарко. Вообще, я удивлен, что я тебя вижу здесь сегодня, потому что такая погода для рыбалки располагающая. Поэтому у меня такое грустное настроение. Лицо, да, мои приятели сейчас по пути в Гринбэй, там погода хорошая, там говорят, клев пошел. Ну вот видишь, как он проснулась. Мы-то ездили как-то было, и погода не очень, и клев не очень, ну, постарались. А вот сейчас, судя по репортам... Ты знаешь, когда вот видишь, что кто-то поехал на рыбалку, пишут, что клев не очень хороший, просто так радуется душа, думаю, хорошо, да, что я не поехал. Нет, я желаю им удачи, но они, ребят, такие, которые даже, когда никто не ловит, они удивительные парни, вообще молодцы. Они в этом смысле уникальные. Но они, правда, и рыбачат не только на Гринбэй, не только здесь. Подожди, они едут на рыбалку за рыбой, что ли, только? Рыбают, да. Только рыба, а это не как-то. Как это? Как говорят, как жена чистит рыбу, гранина, не можешь, как все, нормально. Ну что, что у нас сегодня? Да, кстати, я напомню телефон в студии 847-4005-200, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то темы для разговора. И про рыбалку, и про политику. Да, потому что что-то как-то я расслабился к пятенце, мысленно там. У тебя, шаббат, начинай, да. Шаббат, начинай, да. Шаббат, начинай, да. Мы вот задумывались, вот мы тут дискутируем, Сережа, насчет легализации марихуаны, нового закона, осталось его там, Притский должен подписать. За ним не заржавеет. Напомню, да, что 31 мая в нашем штате произошло историческое событие. Мы присоединились к 11 остальным другим штатам в стране, в котором можно легально выращивать, продавать и покупать марихуану. Как медицинскую, так и рекреационную, такое вот тяжелое слово. Ну и, конечно, ожидается, что губернатор подпишет ее, конечно, этот закон. И скоро у нас будет доступен этот товар. Кстати, интересно, а вот наши радиослушатели, что думают по этому поводу? Хорошо, плохо, за, против, вот то, что... Вот хотел бы обратиться к вам, да. Хотя на федеральном уровне оно по-прежнему считается нелегальным. Ну, оно к первой группе, там относится к первой категории наркотиков. Если у вас по этому поводу какие-то... Скажите, давайте, если есть какие-то соображения, 847-400-5200, чтобы почувствовать, что вы думаете. Не только мы. Мы вас слушаем, добрый день. Добрый день. У меня появилась информация, что Трамп издал какой-то указ, запрещающий Обаме заниматься отдыхом, активным за государственным счетом. Вроде бы он в свое время подписал какие-то договора чуть ли не до 36-го года, по которым он, его команда и его родственники имели возможность ездить и тратить... Да, я тоже эту информацию встречал. И что это за реальность такая? Ну... Вы знаете, официального подтверждения пока мы не встречали, но мы видели действительно эту информацию, так что... Миллионы долларов заложены на ближайшие десятилетия, чтобы он... А совершал поездки и так далее. И якобы Трамп своим указом, своим распоряжением президента это дело похерил. Да. Я думаю, это правильно. Нечего тратить миллионы долларов, послушайте. Мало того, что... Я уже говорил об этом. 224 миллиона долларов мы должны дать Обаме, чтобы он построил свою библиотеку. У нас в бюджете денег же много, девать-то некуда. Поэтому вот еще Обаме на библиотеке. Хотя все время вообще практикуется, как правило, это пожертвования частные. Это люди, которые вам в свое... Друзья, которым он в свое время там бюджет наш распилил. Помните? Которым помог обогатить. Триллион долларов на восстановление инфраструктуры. Как говорится, Атка, добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, во-первых, марихуана ведет к шизофрении. Это я читала, так сказать, репорты в серьезном журнале медицинском. Поэтому, ну, естественно, что левым нужно, чтобы наш народ, как бы, стал совсем тупым и легкоуправляемым. Поэтому они, собственно, это и делают. То есть травят. Ну, теперь по поводу того, что, значит, Обаме не разрешают тратить эти бесчисленные количества миллионов на продолжение его такой шикарной жизни. Значит, не только это я читала, а я читала еще что, где-то месяца полтора, наверное, назад два, что он, как бы, истратил большее количество денег Обама вместе с своей мадам на, не помню, какое количество миллионов, но на много миллионов. И эти деньги он обязан вернуть. Но, опять же, я встречала это где-то на интернете, поэтому не могу сказать, насколько это точно. Спасибо. Хотя было бы неплохо. Вы знаете, по поводу шизофрении, я тоже читал статьи, что употребление марихуаны в подростковом возрасте ведет к шизофрении. А теперь давайте подумаем вот на чем. Вы уверен, Мария, знаете, что в любой школе сегодня можно купить не только марихуану, но и любой наркотик. Поэтому, если бы у нас не делали легализацию и сделали так, чтобы больше нельзя было покупать наркотики в школах, если бы убрали всех вот этих драг-дилерс, я тогда понимаю, сегодня легализация марихуаны ведет немножко к другому. Она не ведет к шизофрении, она ведет к тому, может быть, что уменьшится вот это количество наркодилеров. Это раз. Второе. Очень много людей, которые нуждаются в марихуане, потому что точно так же, как... Кстати, не доказано научно, что это ведет к шизофрении. Это какие-то там статьи, исследования. Опять же, то, что мы видим здесь на интернете в этих новостях. Нет четкого подтверждения полезно, не полезно, вредна, не вредла шизофрения или там человек становится умнее. У нас есть звонки, давайте примем. Добрый день, мы вас слушаем. Интересно, да, мы вышли на эту тему. Дело в том, что речь идет, в данном случае обозвали это шизофрении. Но марихуана ведет к изменению сознания. А неважно, чем вы на него подействовали, дыхательными практиками, табаком или просто куря, алкоголем или еще чем бы то ни было, в мозгу начинаются перестройки. А во что они выйдутся, никто не знает. Ну, что выбрали, то и выбрали. Вы абсолютно правы, потому что к шизофрении можно точно так же прийти путем употребления алкоголя. Добрый день, мы вас слушаем. Ой, здравствуйте. Вы знаете, я бы хотела, так сказать, дополнить. Давайте. Вот то, что вы говорите, что в школах везде, на каждом углу продают, во-первых, не на всех школах. Если в Стивенсон Хай Скул это уже давно практикуется, то в более северных пригородах, там, где живут корейцы, евреи, американцы, там такого нет. Не было, я не знаю, что сейчас, я знаю, что вот последние данные у меня где-то 4 года, так сказать, назад, все это время, там такого не было. Мария, я вас перебью. Эту надо проблему решать. Почему в наших школах стреляют, почему в наших школах продают наркотики. Мария, Мария, вы меня слышите? Алло, алло. И это не связано с тем, что надо продавать теперь ее легально. Я не говорю про медицинскую марихуану, это совершенно другое дело. А то, что она ведет, соответственно, к шизофрении и ко всяким отклонениям, то это известный факт. Спасибо. Мария, вы давно были у Стивенсон Хай Скол во время того, когда выходят студенты из школы. Значит, там белые, корейцы, как вы сказали, и вот те, вот именно те, которые вы назвали, вот там 90% их, 95%. Вот знаете, статистика есть, что Стивенсон Хай Скол в этом смысле одна из самых опасных. При ее высоких, так сказать, показателях академических, она в этом смысле совершенно, как бы, морально на самом низу. Но не только она одна, естественно, многие, просто Стивенсон Хай Скол знает очень многие и думает, что если там учатся их дети, то это хорошее место. Нет, это не хорошее место. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мария, вы, собственно, опыта говорите, что за при ней? Потому что если вы приедете к Ньютриер Скул, которая одна из лучших школ Вильяносси, и одна из лучших школ в Америке, и там этот запах стоит буквально в одном метре от входа в школу. Я вас перебью на секунду. Ньютриер Хай Скол одна из первых по продаже тяжелых наркотиков даже. Не просто вот марихуаны, а именно тяжелых наркотиков. И поверьте мне, Мария, это происходит и в Либертвиль Хай Скол, и во всех школах. Может быть, в большей или меньшей степени. Вы просто не забывайте, что в Стивенсон Хай Скол четыре с половиной тысячи учащихся. Может, там просто нужно больше наркотиков, чтобы всех обеспечить. Вот. У нас еще звонок? Нет. Да. Да, простите, я перебилась. Алло. Да. Да, да, да. Продолжайте. Я просто сказал то, что я видел и то, что я знаю. Да, я знаю. О том, что там кто-то пишет или что. Спасибо. Я, собственно, опыта проезжал мимо Ньютриер и запах марихуаны стоит далеко от школы. Ух ты. Надо будет поехать попробовать. Мне всегда интересно. И, наверное, если идет торговля, если тут вокруг курят, наверное, администрация школы в курсе, что происходит? Естественно, в курсе. И полиция знает, что происходит. Я тебе больше дат, ты у меня снялся языка. Несмотря на то, что у Стивенсон Хай Скол сейчас дежурит полицейский, уже давно, кстати. Нет, не в середине с пистолетом, не дай бог, если кто-то с оружием зайдет. Где-то на улице стоит машина там патрульная. Да, так я хотел вот что сказать, что к шизофрении у нас звонок. Давайте примем. Мы вас слушаем. Алло. Да. Добрый день. Добрый день. Ну, я хотела вас спросить, не о Марифлане? Да. У меня вот такая цифра. 142 тысячи прошли, задержаны или прошли они через границу Соединенных Штатов? Вы можете разъяснить? Значит, больно, это, наверное, на самом деле на сегодняшний день, насколько я знаю, в среднем более тысячи человек ежедневно переходят границу. Да, это их задерживает, это те, кого задерживают. Сколько переходят границу и сколько их не задерживают, об этом никто не знает, потому что, ну, невозможно посчитать то, что ты перед собой не имеешь. Перешли, перешли. А вот задерживают на сегодняшний день ежедневно более тысячи человек, нелегально перешедших границу. Ну, вот в среду Национальная гвардия в Мексике, там морская пехота, подключена армия, там кто хочешь. Значит, они остановили в среду новый караван, который пересек границу Гватемалы с Мексикой. Естественно, там были в основном выходцы из Центральной Америки. Более тысячи человек пешком пересекли этот мост. И Мексике пришлось развернуть крупномасштабную операцию, чтобы их остановить. Значит, там участвовало, по-моему, что-то около 500 военных, 500 солдат. Ну, и мигрантам предложили узаконить свое пребывание на территории Мексики. Нелегалы, у которых не было документов, были посажены в автобусы и отправлены в миграционный пункт местного города, этого приграничного. Ну, хочу сказать, что караваны мигрантов из стран Центральной Америки начали двигаться в сторону США осенью прошлого года, по-моему, да? Нет, раньше. Раньше они начали двигаться. Вот когда, помните, на границе скопилось несколько тысяч человек. Да, ну, естественно, что вот эта армия была задействована в ответ на вот те не просто угрозы, а уже действия нашего президента, которые направлены против того, чтобы на то, чтобы остановить вот этот поток. Потому что, действительно, Сергей абсолютно правильно сказал. Это те, та тысяча человек, которые задерживают, а те, которых не задерживают. Причем, самое интересное, вот, по-моему, на прошлой неделе остановили, по-моему, 300 человек, которые шли с орудиями труда, там, чуть ли не с граблями, с лопатами, там, с молотками, не знаю. То есть они уже шли просто вот с инструмента в руках, готовые тут же вот перейти границу, начинают работать, забивать гвозди и вскапывать грядки. А с чем шли выходцы из Африки? Там же, оказывается, это не только выходцы из Центральной Америки. Шикарная фотография на днях. Из 50 стран. Сергей, ты, наверное, видел, шикарная фотография на днях появилась. Беженцы там 50-60 лет назад и беженцы сегодня, значит, те, что несколько там десятилетий назад, это женщины довольно преклонного возраста с детьми, с внуками на руках, одеты не лучшим образом, и фотографии сегодняшних беженцев, это молодые люди испанского или арабского происхождения, одеты в хорошие одежды, полны здоровья, силы, энергии. Вот непонятно, почему они не могут попробовать все-таки поднять экономику в своих странах и хоть что-то начать производить. Ну, вот то, что касается вот этих людей, которых задерживают на границе. То есть, есть шанс, что девчонки на радио, которые падали в обморок от того, что авокадо подорожает на 5%. Стоил доллар, вчера в каско, 3 авокадо на доллар. То есть, мы теперь, если на 5% добавить, то мы теперь будем платить за 3 авокадо, доллар 5. Или даже за 1. У нас здесь звонок, давайте примем. Голов. Извините, что еще раз насчет беженцев. У меня уже на работе работают эти самые беженцы. Вся проблема в том, что они действительно не работоспособны. Это физически мощные люди. Они выше меня на гол, это под 2 метра, мужики. Они элементарных вещей делать не могут. При их мощи они к телегу с трудом двигают. Они не понимают, что от них хотят. И как их могут приспособить в этой стране, для этой жизни, сколько понадобится времени, чтобы они начали делать элементарный труд. Я даже себе представить не могу. Жалко на них смотреть. И вместе с тем, они очень быстро могли. Вы правы. Наверное, это обусловлено еще тем, что, может быть, в школах уровень образования с самого начала, он не предусматривает, чтобы у людей вызывалось логическое мышление. Есть такой анекдот. Вот я не хочу упоминать, какая это лендскейпинг-кампани, происхождение людей, кто там работает. Но вот эти люди, которые ухаживают за газонами, они раскатывают рулоны травы. Знаете, вот эти рулоны травы зеленые. И вот супервайзер каждые 5 минут высовывает голову из машины и кричит им, с зеленой стороной вверх, с зеленой стороной вверх. Вот, в принципе, действительно так. И я вот тоже как-то столкнулся вот с этим не один раз. Такой зеленой стороной на конвейере идет продукция. Задача этого человека, поскольку она идет и контролируется весом, добавить немножко вот того насыпанного продукта. Так он или засыпает перед конвейером, или держит в горсти этот продукт, смотрит на конвейер и ни одного движения рукой не делает. А как вы думаете, что нужно предпринять, чтобы этого не было? Их просто не надо пускать в страну. Понятно. Предпринять ничего мы не можем. Мы не можем открыть лебед для того, чтобы научить их жить в социуме, в который они пришли. Да, спасибо большое. Это знание языка. Да, у нас здесь еще звонок, прошу прощения. А тут надо потребовать элементарных движений. Это monkey job. Бартишки можно вытаскивать быстрее, чем их. Потому что у них еще есть и самомнение. У них еще есть и гонор. Я думаю, что руководители предприятия должны принять это во внимание, когда они берут людей на работу. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло. Перезвоните, пожалуйста. Давайте-ка мы сделаем небольшой перерыв. Переведем дух. Важные сообщения послушаем. Продолжаем нашу программу. Вот Олег хотел еще поделиться своими соображениями и некой информацией по поводу того, что принят новый закон, легализующий марихуану. Какие последствия будут? Ну, во-первых, хочу сказать, что нам ваше мнение тоже небезразличное и интересно. Поэтому звоните и высказывайтесь. Сегодня в процессе находится 750, приблизительно, 750 тысяч дел, связанных с употреблением и продажей марихуаны. То есть, поскольку этот закон будет подписан, то, скорее всего, что эти дела будут аннулированы, и даже те, которые уже осуждены, они будут помилованы. Вообще, по закону новому, вы можете хранить до 30 грамм марихуаны, по-моему. Причем это может быть не только марихуана, это могут быть и конфеты, жвачки, что там еще, какие-то куки, печенье, да, или что там изготавливают из этого, даже не знаю. Ну, естественно, что и в медицинских целях будут продолжать употреблять эту марихуану. Это уже было легализовано. Но вот я, например, хотел для своей мамы вот тоже покупать именно не вот тот, не ту часть марихуаны, которая не содержит вот эту вот составляющую, которая, как считает, она как бы аддиктив, да. Это сегодня есть продажи, вы можете купить свободно везде на интернете. А именно вот это CBD, которая как бы наркотической считается. Так вот, нужно получить заключение врача. Он должен подписать там какие-то бумаги. Потом, допустим, если ваша мама не может прийти сама купить, вы должны заполнить тоже определенные бумаги. Вы должны на интернете заполнить бумаги, заплатить, по-моему, 150 долларов в год, получить специальную такую карточку, которая дает вам право пойти вот туда, где продают марихуану и легально ее купить. У нас есть звонок. Давайте примем. Добрый день. Алло. Слушаем вас. Алло, добрый день, господа. Да, мы вас слушаем, здравствуйте. Да, я вас. Я хочу, чтобы вы прокомментировали визит нашего президента в Великобританию. И вы визит с очень многими министрами его, и плюс его семья. И первая леди, Мелания Трамп. Вы понимаете, просто как это страну обидно. Никто ничего не говорит, никто не делает комплиент, потому что она с огромной честью, уважением представляла Соединенные Штаты Америки и своего супруга президента. А вы помните предыдущие, которые, ну это вообще-то, понимаете, там вот что ни один, там и так все ясно, кто это и что это. Они просто пищали, и что такого никогда не было. Ну, в общем, я хочу, чтобы вы просто сказали пару слов. Я думаю, что нам всем понравится. Спасибо большое вам. Вы знаете, я довольно много читал об этом визите, причем мне было интересно читать новости, опять же, правдивые, неправдивые, левые, правые, российские, американские. Ну, естественно, что левая мидия и там российские какие-то каналы, газеты, СМИ, естественно, что они критиковали Меланию за то, что, и Трампа за то, что они нарушили какой-то этикет, и он там случайно потрогал королеву или там по спине, не похлопал, а потрогал как-то. Ну, есть такой этикет, что, допустим, королева первая должна проявить вот такой знак, чтобы дотронуться до ее плеча, там, до ее спины. У нас есть звонок, давайте примем. Алло, добрый день, мы вас слушаем. Алло, добрый день. Скажите, а почему никто не интересуется и не говорит о том, что не была приглашена Россия на этот ивент в то время, когда Германия была приглашена? Германия была не просто приглашена, она еще была признанной, как бы, одной из участниц стран-коалиции, которая победила фашизм. Вот это был нансенс. Почему Россия была не приглашена, честно говоря, не знаю, не интересовался, не копал. Это мне, наверное, было не настолько интересно, но надо будет почитать, почему. Ну, конечно, за этим политика стоит. Конечно, я уверен, это политика. Правильно, неправильно, другой вопрос. Одни, допустим, сказали бы, что, ну, подождите, это же была высадка только вот, ну, открытие там второго фронта, да. Поэтому русские-то воевали, они же не открывали второй фронт. С другой стороны, как бы, Россия тоже была причастна. Но, честно говоря, я не знаю, как это прокомментировать. Может быть, это в связи с тем, что сейчас Россия находится в конфронтации с Америкой и с Европейским Союзом, что на нее наложены какие-то санкции. Если отношения с Россией у Америки сейчас, наверное, самые худшие со времен Холодной войны, ну, может быть, королева посчитала, что это будет не совсем, не то что этично, а не совсем правильно с политической точки зрения, чтобы сталкивать лбами Путина и Трампа вот на приеме. Не знаю, честно говоря. — Возвращаясь к этому визиту, я сразу, я позавчера, когда только визит начался, когда первые кадры появились, первая леди, элегантная, потрясающе выглядит, вкус великолепный, безупречный вкус, абсолютно безупречный вкус. Я даже об этом упомянул, потому что мне еще не о чем было говорить, но я видел первые картинки, когда... — Я обратил внимание, что никто не смотрел на Трампа, на королеву, на принц, даже ветераны. — Все глаза были прикованы к этому обалденно белому платью, с этой белой шляпой, эти синие-белые цвета, контрастный, настолько красивый. — И как справедливо заметил Аликс, который позвонил, наша медиа вся засунула язык в одно место, но я опять вспоминаю, как они распинались, как они... — Ну почему же? Они сказали, допустим, что Трамп обозвал мэра Лондона, там, лузер, он упомянул о том, что были протесты против, не он, СМИ упомянули, что были протесты в Лондоне против его визита. — Но никто почему-то не сказал, почему Трамп назвал его лузером. Это был ответ на гнусное выступление этого мэра Лондона, которое вообще непонятно, почему и как он стал мэром. — Собственно, неудивительно, что вышли на... там какие-то протесты проходили, что несколько тысяч человек принимали участие. Это люди, которые выбрали себе садык хана мэром. — Но не забывайте, что вы, может быть, да, вы правы, что медиа не освещала, поэтому покопайтесь, вы увидите, сколько было про трамповских демонстраций. — Я видел видео, да. — Как его принимали вообще вот в армии, войска, как его принимали другие люди. — Эксперты отмечают потрясающую речь. — Потрясающую. — Речь во время вот... — Левые медиа усмотрели, что Трамп засыпал. То есть человек, если он наклонил голову и, слушая, наклонив голову, это значит, что он спит. Понимаете, вот к чему медиа цепляется. — Давайте вот там сейчас... — Да, добрый день, мы вас слушаем. — Добрый день, ребята. Не мог не удержаться... — Это правильно. — Правильно. — Просто не мог. Потому что к Феликсу бы я задал такой вопрос. — А почему, когда празднуют годовщину битвы и собираются люди на Мамаевом кургане, почему-то не приглашают американцев? — Почему? — А почему, когда празднуют победу в Сталинградской битве, не приглашают американцев? — Подожди, Толик. — Почему? — Любую битву... — Ведь всей тушенкой кормили всю армию. — Что вчера праздновали? — Праздновали 75-летие высадки десанта коалиции во Франции. — Совершенно верно, да. — Причем здесь Россия. Они что, высаживали десант, они принимали какое-то участие в взятии вот этой высоты, они принимали какое-то участие в бомбардировке немецких войск на этом участии. Почему должны их приглашать? Ну, у Феликса, ну, что я тебе могу сказать? Он каждый раз задает вопросы, каждый раз не попадет. — Мы... — Ладно, прости, прости ему. — Ну да, в общем, ответ такой. России там не было, и поэтому ее не приглашали. Точно так же, как почему не пригласили Китай, почему не пригласили Швецию, почему не... Причем здесь они-то там? — У меня к тебе другой вопрос. Если у тебя есть время позвонить нам, как это так? У тебя не было времени тут сесть рядом со мной на стуле? — Олешка, хотел, не представляешь как. — Ну, к сожалению... — Я шучу, 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 дорогой. — Спасибо, что ты позвонил. — Следующее, если там пока место, грей, все будет порядка. — Я грею, да, спасибо, что ты позвонил. Конечно, ты абсолютно прав. — Спасибо вам, Леонид. — Ты абсолютно прав, это было приурочено именно к этой дате. Но я тебе другое еще скажу. Ведь Америка не воевала напрямую с Германией, так как воевала Россия. И давайте не будем забывать, что она кормила российскую армию, она снабжала ее самолетами, танками. Значит, в Советском Союзе было, по-моему, один или всего два завода, которые могли выпускать танки. Но у них не было тех подшипников, которые вращали башни. Америка поставляла эти подшипники. Ну и так далее, и так далее. Кроме того, не забывайте... — Я бы задал еще один вопрос, Фелик, все честно. Сколько российских солдат или советских солдат погибло при высадке в Нормандии? Сколько? Сколько советских самолетов было сбито над небом Нормандии? И почему Россию должны были приглашать? — И я тебе больше скажу, а какой удар Америка взяла на себя в конфликте с японцами? Ты представляешь, если бы японцы ударили по России? — Конечно. — Да. — Конечно. А какую на себя взяла ответственность Америка, воюя в Южной Африке? — Да, вот тоже я хотел сказать. То есть Америка не была напрямую в войне с Германией, но тем не менее она не только помогала продуктами, медикаментами, обмундированием, но еще и своих солдат посылала. — Конечно. Я уже не говорю о первой леди прошлой администрации. Так что они, конечно, умнички. Спасибо вам, ребята. Будьте здоровы. — Спасибо. — Have a good weekend. Всего хорошего. — Юту. Тебе тоже, Толик. — Ну, мне очень понравилось платье, в котором Мелания вышла из вертолета. Оно было в таких красных, если ты помнишь, издалека, если смотреть, думали, может, это цветы. На самом деле это были достопримечательности архитектурные Лондона. Это было платье от Дольченко Бана. Да, у нас здесь звонок. Давайте примем. Добрый день. Мы вас слушаем. — Алло. — Да-да, говорите. — Я вот слушаю одного из ваших дикторов, не Сергея, а Тару. — Да. — Он постоянно несколько раз повторял одну и ту же мысль. Америка не вынувала напрямую с Германией. Это что вообще, как это можно говорить, когда Америка объявила войну и послала своих людей и взяла половину в Западную Европу, вопереденную всю Западную. Как это она не воевала напрямую? Как это можно говорить? — Я говорю о том, что немецких войск не было на территории Америки. Америка напала... Германия напала на Советский Союз. — Но Америка же воевала с Германией. Она же... Как вы говорите, напрямую не воевала с Германией. Как вот помнять ваши слова? Напрямую не воевала с Германией. — Будем считать это оговорки. — Можно вам объяснить свою точку зрения? — Нет, я бы вас с той точки зрения не понял. Просто я говорю, что надо говорить, что, наверное, она воевала напрямую. Но на территории Соединенных Штатов она воевала. Вот тогда все понятно. — Вот об этом я это имел в виду. — Ну, так если говорить со стороны смотреть, то это совсем не понятно. — Вы напрямую не воевали. — Я вам скажу, почему. Я это не объяснил, потому что я уверен, что меня слушают люди, которые хоть немного знают историю. — Я хорошо знаю, старый. Говорить надо четко, только и все. — Хорошо, большое вам спасибо за ваше мнение. Теперь для детского сада я буду объяснять, как началась война, с чего она началась, какая была коалиция между Сталином и Пакт Гитлер-Риббентроп. Сталин-Риббентроп, хорошо? Это для тех, кто не знает вообще истории и не может открыть интернет и почитать, что это вообще такое. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте. — Да, вот первый раз я согласен с Анатолием. Не то, что вообще, но в этом случае. Ведь это праздновали высадку в Нормандии. Причем здесь Советский Союз к Нормандии? Он прав. Все. А насчет Мелании. Знаете, Мэлли Дейл, я... Дейл Мэлли, whatever она называется, английская. У них целая страница была посвящена Мелании Трамп, как она одета, как она выглядела. Все это с таким восторгом. Правда, не хочу сказать, что они ее очень любят, но описано было очень положительно. И такие фотографии были великолепные. Так что там можно было видеть эту шляпу в полной красе. Я думаю, что Мелания произвела, конечно, впечатление. А Трамп, ну что вы хотите от него? Он сделает что-нибудь не так. А если не сделает ничего, все равно не так. Куда ни кинься, сори. Может быть, они поменяются после 2020 года? Я надеюсь, что он выиграет. Всего доброго. — Если вы помните, когда Трамп посетил... С Меланией они посетили американские войска. И какая была шумиха, когда они показывали, СМИ показывали, как Мелания шла в туфлях. И говорили, вот, посмотрите на нее, она в такой обуви идет к солдатам встречаться. Но почему-то потом никто не показал, когда она переодела эти туфли и одела уже соответствующую обувь. То есть, конечно, СМИ будут цепляться каждой мелочи. Здравствуйте, мы вас слушаем. — Добрый день, господин Пэтлах. Когда для детского сада будете рассказывать, не забудьте упомянуть Мюнхенский сговор 1938 года, между кем он был. Благодарю. — Хорошо, большое спасибо. Это называется, мое слово будет последним. Да, значит, кроме того, что был визит Трампа и были вот эти все негативные выступления антитрамповцев, да, было очень много райлы, которые поддерживали Трампа. Кроме того, Трамп дал обед, по-моему, во вторник он давал обед с Миланией. Так что, в принципе, этот визит освещали очень много. Да, у нас звонок, давайте примем. Добрый день. Алло. Алло, мы вас слушаем. — Добрый день. — Добрый. — А по поводу антитрамповских выступлений. Мэром города Лондона является ярый джихадист-мусульманин, выходец из Пакистана. — Ну да. — Министр внутренних дел Анга и сейчас тоже мусульманин. В городах-миллионниках типа Бирмингема больше половины школьников мусульмане. Мужское имя номер один — Мухаммад. Так что, чему здесь удивляться? — Абсолютно. — Абсолютно право, да. Ну, мы не то, что мы удивляемся, мы подчеркиваем еще раз, что это происходит. — Да, пожалуйста. — Спасибо за ваш звонок. Здравствуйте, мы в эфире, мы вас слушаем. — Добрый день. — Добрый. — Одновременно рассказывает для детского сада. Не забудьте рассказать о пакте Молотова-Риббентроп. Недавно документы опубликовали конкретно этого. А то, что мы помним, о Молотова-Риббентропе-то забыли. И о параде совместном в Бресте немецких войск и советских войск. Спасибо. — Ну, мы совсем не забыли об этом пакте. Мы совсем не забыли, что продали Польшу. Мы совсем не забыли о том, что Гитлер напал на Советский Союз только для того, чтобы Сталин не напал на Германию. Мы не забыли о том, что стягивались войска к западной границе. Мы не забыли об этом. Мы не можем обо всем рассказать в нашей передаче, потому что разговор сейчас не об этом. И обо всем говорить нельзя. И когда мы говорим, что Америка не воевала с Германией напрямую, я имел в виду только то, что Германия не вступила своей грязной ногой на территорию Америки. Но, тем не менее, Америка послала своих солдат, которые умирали на чужих территориях, помимо всей остальной помощи. Вот только поэтому. Поэтому не надо ловить нас на словах, господа. Даже если мы ошиблись в чем-то, лучше позвоните и скажите какую-то интересную информацию, которой вы владеете, а мы еще не успели овладеть ею. Я понимаю, что, конечно... Интересная информация. Сенатор Херона, помнишь такую с Гавайев? Да, конечно. Которая очень сильно осуждала. Она сказала, что... Последнее высказывание. Импичмент нужен, потому что американцы тупые. И таки, да, те американцы... Ну, за них голосовали не американцы, а гавайцы. Ну, вот те, ну, все равно они считаются... Вот буквально... Вот те американцы, которые голосуют за таких сенаторов, она права, они действительно тупые. Ты знаешь, вот буквально вчера, или вчера, по-моему, видео, там один поставил интервью, берут на улице в России, и говорят, почему вы не любите американцев? Ответ такой, ну, а че они? А журналист говорит, и я вполне с вами согласен. Вот, так что да, вот такие аргументы, потому что американцы тупые, поэтому давайте сделаем импичмент. Ну, об импичменте продолжаются разговоры сплошь и рядом. Мы еще поговорим, да. А еще одно сообщение о том, что и лазер, и лазер Камингс, помните, представитель комитета, который требует от Трампа предоставить его налоговой декларации за последние 158 лет, всех его детей, компаний, там, и так далее, и так далее. Так вот, выясняется, что его жена, она имеет компанию. И есть еще non-for-profit организация, в которой собирают донейшн. Ну, очевидно, Камингс трясет там этих богатых, богатые компании. Они делают донейшн в эту non-for-profit организацию, и эти денежки перетекают в компанию жены Элайза Камингса. Ты же не забывай, что это non-profit организация. Кристально чистые, блин, собрались там. Но ею кто-то должен управлять. Естественно, зарплаты себе они устанавливаются. Меня это опять возвращает к этому вопросу, как демократы, как клеваки требуют, хотят узнать. Прямо вот кровь из носа, дайте нам посмотреть, как Трамп зарабатывал деньги. Я всегда говорю. Но почему вас интересует, как человек, занимаясь бизнесом, будучи частным лицом, зарабатывал свои деньги? Почему вас не интересует, как политики воруют наши кровные деньги? Как, скажем, Пелоси стала миллионерша, Дайана Файнстайн и прочие ублюдки, как наши, которые сидят в Спрингфилде, становятся миллионерами, миллиардерами, получая зарплату? Это демократов не интересует. Ну, естественно. Абсолютно. Но у них же цель-то какая? У них же цель одна. Значит, Трамп или очернить, или импичь. Добрый день, мы вас слушаем. Я с тобой к нам вернулся. Толик, ты с нами? Алло. Да, да, да. Ребят, послушайте, сейчас, я знаю, что вы уходите на перерыв. Сереж, проверь, я только что в крае муха услышал, что вроде бы мексиканцы согласились отправить 6 тысяч солдат. Уже есть информация. Да, 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 мы говорили уже. А, вы говорили, я пропустил уже. Ну, там было 500, может быть, они решили добавить. Да, похоже, подвижки есть, они поняли, что Трамп не шутит, и что оно все-таки лучше предпринять какие-то меры, нежели чем... Ну, конечно, ну, послушай, ну, вся Америка в ужасе, но авокадо подорожают на 5 центов. Ну, во-первых, эти солдаты, во-вторых, что мне нравится, они пообещали заморозить счета тех, которые оплачивают караван. Да, 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 да. Вот это здорово. Да. Ну, спасибо. Я просто краем уха услышал, не знал, правда-неправда, поэтому... Слушай и звони. Спасибо. Давай, счастливенько. Пока. Мы вернемся буквально через пару минут. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон вы знаете, если у вас будут вопросы, можете позвонить. Вот уже есть звонок у нас. Давайте попробуем. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Можно в продолжении «Милане» заказать вам песенку в конце передачи «Ах, какая женщина». Или «Lady in red», когда она появилась в красном платье на приеме. А нам все равно. Понятно. То есть, таким образом вы выразили свое отношение. Восхищение. Между прочим, вот в СМИ была еще информация на тему того, что Иванка Трамп, что она даже пыталась затмить собою «Миланию», потому что вот на ужине во вторник вечером она появилась в белом шикарном платье. Как я упомянул, что «Милания» была в красном. Иванка была в белом шикарном платье. У нее были плечи оголены, а у «Милании» наоборот. У нее все было закрыто. Вот. И, не знаю, там пишут цифры, сколько это платье стоит. Там 16 тысяч фуртон стерлингов или 10. Ну, неважно. Ну, в общем, короче говоря, хотел сказать о том, что и у дочки Трампа тоже вкус совсем неплохой на одежду. Абсолютно. С предыдущими обитателями Белого дома близко не сравнить. Я видел эти кадры, когда Иванка с Джередом ходили по аббатству, по церкви. У них такая оригинальная шляпка. Шляпка была, да. Ну, выглядит хорошо. Еще раз говорю, сравнивать то, что было до них, даже как-то так рука не поднимается. Хотя я помню, как Мидия там слюной исходила. Такие уже дифирамбы пели семейство Обамы. Обамы, что просто дикость какая-то. Ах, какое красивое платье. Такое нелепое африканское платье, разноцветное, аляпистое. Или там шорты какие-то. Ах, какие у нее мощные, красивые руки. Хороший комплимент для жизни. Ну, что можно сказать? Ах, какие у нее мощные, красивые руки. Ну, у каждого свое понятие красоты. Нет у них понятия красоты, есть у них просто ненависть к этим и беспредельная, безграничная любовь к... Слепая. Да, слепая. Ну, вот еще интересно было упомянуть то, что единственное интервью, которое Трамп дал во время визита, это программа «Доброе утро» у Пирс Морган. И он тогда объяснил, почему он назвал супругу принца Гарри противной или там ненавистной, или как-то он... Насте. Да, да, Насте, да, противной. А только одна причина, он говорит, потому что во время кампании 2016 года она его называла женоненавистником, считала грубым, использовала фиктивные какие-то факты. Я на самом деле слушал вот оригинал, где он произнес это слово, за которое они прицепились. Он давал интервью, но не персон, а до этого он давал интервью, и ему говорит, вот она не будет с вами встречаться, так сказать, он говорит, ну, я не знаю, в принципе, я желаю, чтобы у нее было все хорошо, ну, как же, вот она там во время кампании выступала против вас, вас там, обвиняла во всем и так далее. Он говорит, я не знал, что она такая Насте, я не знал, что она, что она Насте, что она была такая Насте. То есть он не знал даже, он понятия не имеет о том, что и как и что, и тут вся медиа опять взорвалась. Он назвал ее... Ну, при всем при этом, он вот во время этого интервью, он назвал ее beautiful. Да, и в первом интервью он сказал, я желаю, я думаю, что у нее все будет хорошо, я уверен, у нее будет все хорошо, все в порядке. То есть весьма и весьма доброжелательно. Единственную, кого он называл Настей, это во время дебатов, я помню, Хилари Клинтон. Ну, я Настя Вумен. Настя Вумен. Ну, и еще я хотел упомянуть, что я говорил о том, что Трамп устроил торжественный ужин, что, в принципе, было как бы ответом на то, что в понедельник Дональд и Милане Трамп пили чай в лондонской резиденции Чарльзом, и этот ужин стал своего рода как бы ответным жестом. Вот, и принт Чарльзом был делегирован туда лично королевой Елизаветой, и прибыл туда со своей супругой-герцогиней Корнеольской Камилой. Там было, не знаю, 10, 9, 8 столов круглых накрыток, то есть это был более такой закрытый прием, ну, вот то, что происходило вот во время визита. То есть, в принципе, визит был очень красивый, положительный, отзывы по всей английской мидии. Даже Трампа-ненавистники вынуждены были признать, что некоторые, что и речь была очень эмоциональная. Где-то я вычитал, что у него белая рубашка слишком далеко внизу торчала из-за жилетки. Костюм, да, кто-то там про костюм сказал. В общем, если медиа начинает обсуждать рубашку и костюм, значит, действительно, все прошло замечательно. Значит, все было здорово, но хоть что-то же, хоть какую-то маленькую гадость нужно сказать, иначе же день прожит напрасно. А вот новость по поводу Ильхан Амар. Ну, это новая восходящая звезда демократов, мусульманка из Сомали. Кстати, как говорят спецслужбы, ее дистрикт стал проблемным, поскольку там, в основном, так сказать, оттуда рекрутируются люди, вот в Айсис и в прочей организации такого толка. Так вот, мало того, что она использовала деньги компании избирательной, оплачивая услуги адвоката, чтобы он, так сказать, защищал ее, поскольку ее брак, на самом деле, на основании ее брак с ее братом, это фиктивно. Да, не регально, но об этом давно уже говорили. Да, об этом давно говорят, и вот она из денег избирательной компании оплачивала услуги адвоката, который занимался этим кейсом, что на самом деле является нарушением закона. Так вот, оказывается, у нее еще и с ее личными налогами не все в порядке. Она нарушила федеральный закон, но я не знаю, посмеют, будет ли что-то, будут ли какие-то. Они же, это же каста неприкасаемых, это же каста неприкасаемых. Женщина, да еще мусульманка, ну это как Обама, это почти как Обама, почти как Обама. Хотя, может быть, может быть, все-таки закон восторжествует в этой стране, учитывая, что новый прокурор, который готов исполнять свои обязанности добросовестно, возможно, что-то и будет. Да, пожалуйста. Алло? Да. Да, кстати, разве заговорили об Ильханамар? Последняя новость про нее. Палатой представителей, она была избрана председателем еврейско-черного содружества. Blacks and Jews Coalition, и она является председателем этой коалиции. Blacks and Jews Matter. Вы себе представляете, ребят, ну какой же дальше маразм, причем это официальные данные. Толик, она засланный агент Моссада, чтобы ты знал. Ну да, то есть антисемитка, расистка, американо-нинавистница, становится председателем коалиции черных и евреев. Ну, это так. На самом деле можно понять, как бы, вот эти телодвижения демократов в Конгрессе, но мне интересна реакция евреев, которым просто плевок такой. Впрочем, это рассчитано на тех евреев, которые за них голосуют. Но еще одно небольшой кусок информации, это то, что в конце июля месяца на 4th of July состоится марш лесбиян, скажем так. Значит, на этот марш приглашаются там гости столицы, ну и так далее. И тут же объявили, что Трамп будет выступать возле Линкольн Мемориал тоже 4 июля. Ребята, вы бы послушали реакцию левых. Я слушал, и более того, они же призвали, чтобы в этом году Трамп отказался от этого. Нормально, то есть марш лесбиянок, ура-ура, а выступление президента Соединенных Штатов в Линкольн Мемориал, это уже не ведется. Ну, вот к чему мы идем. А в Бостоне кто-то пытается организовать... Парад Стрейт. Стрейт, прайд. Да, прайд Стрейт, прайд. И все, и тут уже тоже взрыв эмоций. Ну, почему нет? Ну, да, в общем... Ну, подожди, в Баффало-Гро... Ну, вот в Баффало-Гро прошел же парад вот на прошлые выходные. Почему же... Кстати, ты обещал там показаться, насколько я понял. Так, получишь у меня сейчас... А, не-не, я извиняюсь, я перепутал. Ты обещал показаться на Стрейт-марше, сори. Да, но ты представляешь... Все, естественно, просто хотел бросить на счет Элька-Намар. Это вообще, ну, запредельная вещь. Но ты помнишь, когда Аказио-Кортес выбрали в комитет по внешней политике, да? Ну, да. Каких-то там решений... Это все равно, что взять, назначить педофила директором детского садика. Знаешь, вот такого типа. Да, своего рода ты прав. Ну, вот. Все, ребят, счастливее. Ну, кстати, да, что мы говорили, хотел вернуться немножко к вопросу о Мексике, что в Вашингтоне проходят переговоры с представителями Мексики по поводу вот этих вот пошлин. И достигли какого-то прогресса. Вот дискуссия по эмиграции в Белом доме с представителями Мексики закончились на сегодня. Вот, говорят, достигнут прогресса, но этого недостаточно. Вот написал Трамп в Твиттере. То есть, все-таки какие-то переговоры ведутся. Ведутся. Да, вот все-таки Майк Буэнс, Пампео встречались с делегацией мексиканской. Но и похоже, Мексика все-таки откликнулась, понимает, что жаль на запаху и начинает предпринимать какие-то шаги. Там принимал участие министр иных странах дел. Да, и он вот с беседой с журналистами. Он, в принципе, положительно оценил проходящие переговоры. То есть, наверное, они тоже понимают, вот, что происходит, но, может быть, не совсем могут воспрепятствовать этому. Ну, пока, как говорится, не прижало. Ну, вот уже прижало. Вспоминая, так сказать, когда в качестве аргументов защитники открытых границ, давайте называть вещи своими именами, они говорят, что они, никто никогда не выступает за открытые границы. На самом деле, это политика открытых границ. И они это понимают, и мы это понимаем, и вы это понимаете, что демократы ведут политику открытых границ. А некоторые республиканцы их в этом поддерживают. Так вот, в качестве аргумента, дескать, люди бегут из Гватемалы, Гондураса, Сан-Сальвадоса, из Сальвадора, потому что там им угрожает опасность, там у них то, сё, пятое, десятое. Начиная с тридцатого марта, только на одном пограничном пункте, секторе вернее, в одном секторе пограничном было задержано пятьсот выходцев из Африки. И кто это? Откуда это? Это из Бока-Харам или из какой ещё террористической организации? И, кстати, одного из задержанных бойцов Айсис задержали и выяснили, что он воевал. И он рассказал, что да, они как бы планировали засылать через мексиканскую границу своих бойцов в Соединённые Штаты Америки. Ну, демократы же никогда не говорят о том, что этот вопрос, эта проблема касается безопасности страны. Единственное, что они признали, это то, что это гуманитарный кризис. И Берни тут весь взорвался в Твиттере, пишет, что в Юнити, который рассчитан на 125 человек, всего содержится 900 человек. Это вообще бесчеловечно и так далее, и так далее. И при этом ни один политик из демократов палец о палец не ударил, чтобы разрешить эту проблему. Единственное, что они приняли, это закон, по которому они хотят амнистировать более двух миллионов нелегалов. Вот и всё. И в этом же законе идёт сокращение расходов на укрепление границ. То есть сокращение персонала, сокращение средств на инфраструктуру и так далее, и так далее. При этом они говорят, что они никогда не выступают за открытые границы. То есть выгоним всех пограничников, никаких барьеров не построим, но мы выступаем за укрепление границ. Мы дроны будем запускать, там ещё что-нибудь. В общем, всё зависит от того, какая компания будет производить дроны, и сколько денег занесёт лоббист. Что эти дроны. Да, вот. На этом строится вся работа. Так же, как наших местных этих политиков, которых Притцкер поздравил с победой, поблагодарил за тяжёлый труд, за тяжёлый благородный труд вынимания денег из карманов налогоплательщиков. Именно в этом заключается весь их труд. Сейчас начнут закапывать деньги в асфальт. И уже процесс начался. Уже ремонты начались, уже деньги закапывают. О, эти дороги. Удивительные вещи. Смотришь, два года назад вскрывали тут бетон, тут арматуру кладут, такие прутые железные. Всё, думаешь, ну это навечно сделали. Ай, тык-тык-тык-тык. Вот это я хотел сказать. 21 век. Ну подожди, Серёжа, ну как же, а что через три месяца, когда вот это всё, что они сейчас засыпали, всё оттуда вот выбьют. Ничего ему не будет. Вот опять придут. Они освоят весь бюджет, который они сегодня выделили, и на следующий год начнут опять вскрывать эту дорогу, опять закладывать её бетоном. А через год они будут тык-тык-тык засыпать дырки асфальтом, а ещё через год опять вскрывать. Я не понимаю, ну как, ну, я бы, люди говорят, да, потому что у нас климат такой. Послушай, ты помнишь, как климат, ну климат. Китайцы начали в пятницу вечером, по неделю закончили, они снесли полный мост и построили новый. В даунтауне вот эта развязка, это просто, сколько она уже, я не знаю, наверное, лет пять. Вот мы на хоккей ездим с сыном там постоянно. Вот мимо еду, думаю, когда же это закончится. Я даже помню, когда в прошлом году строительные компании, они заморозили стройку, потому что город не мог им платить деньги. Штат банкрот, город банкрот, и не было денег выплатить строительным компаниям на зарплату. Они сказали, всё, мы замораживаем. Ну, где-то начали средства. Ну всё, Олег, на этом мы с тобой говорим о политике, закончим. Сегодня у нас ещё будет, должен быть Александр Непомнищ. Ну, прекрасно. Так что, есть о чём поговорить. Спасибо. Всего доброго, до свидания, хороших выходных.